Для этого нужно изучать, что такое любовь. Любовь на самом деле это труд, который приводит к очень верности, чистоте в отношениях, такой глубины, понимаете, это... Вот если ты, допустим, закрываешь глаза, вспоминаешь близкого человека и не можешь вспомнить, значит, а в постели хорошо, значит, никакой любви между вами нет. А если ты вспоминаешь и думаешь, ой, Господи, зачем я с ним связался, это значит, не трудитесь вы сердцем, у вас, между вами грязь, понимаете, в отношениях, грязь. Если вспоминаете и чистая светлая память, это значит чистое отношение, нить между вами чистая. Поэтому есть такая песня, в ней говорится, ради высокой любви вы обязаны, обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. И теперь вот об этой нити немножко поговорим с вами. Это правда. Вот, допустим, когда мать чувствует, что ребенок болеет, она переживает иногда, а иногда не переживает. Вот поднимите руку, вот у кого ребенок болеет, но вы не переживаете. Это значит, что ваша нить, вот это, ваше сердце справляется с болезнью. И вам не надо переживать. Поднимите руку, у кого ребенок болеет, и вы переживаете об этом. Это значит, ваше сердце не справляется. Вот и вся разница. Понимаете, что такое переживание? Это отдавание энергии через эту нить. То есть мы нитью незримою связаны. Между сердцами есть вот эти нити. То есть мой ребенок, же мать, чувствует опасность, беда, допустим, с ребенком. Она раз ей в сердце, она чувствует и отдает сразу ему благословение, энергию счастья. Отдает ребенку, чтобы его не уничтожила судьба. Когда очень трудно думать о близком человеке, вот здесь, противно. Это значит, что неправильный образ жизни. Вы не очищаете отношения. Люди пытаются разговаривать друг с другом, стучаться там. Современный психолог говорит, стучитесь, разговаривайте. Но если у тебя отвращение к человеку, как ты будешь с ним разговаривать? Поэтому первое правило – это не разговор с человеком, а работа со своим сердцем. Потому что есть три стадии побед над судьбой. Первая стадия – сначала очистить свое сердце в отношениях. Потом очистить ниточку между вами, и потом ты очистишь свою судьбу внутри него. Оказывается, внутри него тоже твоя судьба. И ты можешь ее очистить, но последовательно.